Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналах. Напоминаю, теперь к каждому ролику будет эпиграф. Эпиграфом к этому ролику я хотел бы сделать такие слова. Любовь двух великих и прекрасных богинь к смертным. Это хорошо? Напоминаю, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества Диск?». Она – сборник моих отзывов на книги, указанных писателей, с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Приобрести электронную версию книги можно будет по ссылке под публикацией. Повесть «Раб Сармы» написана в 1970 году Менингом Ли Стоуксом. И она пережила аж три перевода на русский язык. Первый – С. Нахмансона и Антошульского в 1993 году. Я не случайно в отношении Нахмансона выделил букву «С». Второй – М. Нахмансона в 1994 году. И М. Курмаковой, С. Нахмансона и М. Антошульского в 2003 году. Я читал перевод С. Нахмансона, то есть, видимо, Нахмансона-младшего, и Антошульского, то есть, видимо, самый первый перевод. И должен отметить, закончил я его читать, вернее, перечитывать всего за пару недель до того, как сел писать этот отзыв. И перечитывать не потому, что я читал его раньше, а потому что я его прочел два раза. Раньше, почему-то так получилось, эта повесть о Ричарде прошла мимо меня. Кроме того, в связи с этим отзывом, я по третьему разу перечитал «Бронзовый топор» и «Кровавые луны Альбы». В конце повести подчеркнуто, что произведение, собственно, не является переводом, а это более чем вольный пересказ. Поскольку у автора были просто немысливые ляпы, и рассказано, какие именно. И с тем, что это немыслимые ляпы, невозможно не согласиться. Вот как выглядит обложка книги. Действие повести происходит в 1971 году. И формально это восьмое путешествие Ричарда «Параллельный мир». Если же добавить к этому четыре новеллы, отзывы, которым я уже дал, то это тринадцатое произведение о Ричарде. Почему я так долго прорабатывал эту, в общем-то, небольшую повесть? И третий раз прочел еще два произведения о Ричарде. Для того были веские причины, но вначале немного о сюжете. В СССР много лет действует сверхсекретный проект «Дубль». Его осуществляют две самые могущественные советские спецслужбы – КГБ, ЭГРО. Суть его в том, что подбираются двойники ко всем важным лицам, а также лицам, имеющим доступ к особо секретной информации во всем мире. Если двойника не удается найти, что случается крайне редко, очень похожих людей в нашем мире куда больше, чем может показаться с первого взгляда, то делается пластическая операция. Кроме того, двойники, понятно, подбираются не только по внешнему сходству, но и по психологическому. А дальше работу с двойниками ведут уже опытные психологи, делая их и по психологическим характеристикам неотличивыми от оригинала. И есть еще одна важная деталь. В проект вбухиваются просто колоссальнейшие деньги для того, чтобы двойники вообще ничем совершенно не отличались от оригинала. Делается это следующим образом. В глухих местах Советского Союза создаются сверхсекретные центры, в которых полностью имитируется жизнь в западных городах, в американских, в английских, японских и так далее. И двойники, таким образом, живут точно в таких же условиях, что и их прототипы. На выходе двойник абсолютно ничем не отличается от оригинала. Его прямом, в смысле слова, не узнает даже родная мать. Но понятно также, что использовать этих двойников крайне сложно. И поэтому большая их честь всю свою жизнь играют эти свои роли пустую. Но бывают исключения. Одним из таких исключений и стал, видимо, белорус, родившийся в Минске, Григорий Петрашанский. Именно он стал дублером Ричарда. Почему? Видимо, в английских спецслужбах где-то произошла утечка информации. И в Советском Союзе что-то узнали о проекте Лорда Лейтона. И понятно, очень им заинтересовались. Теперь, почему я перечитал бронзовый топор и кровавые луны Альбы? Если бронзовый топор, как и практически все, Блэйдеана, чтобы не говорил Михаил Нахмонсов, это твердая научная фантастика, то кровавая луны Альбы – это фэнтези. И я бы сказал, фэнтези, подчеркнутая до идиотизма. Напоминаю, в бронзовом топоре Ричард впервые попадает в параллельную реальность, то совершенно неожиданно, ни для кого и, понятно, для себя самого тоже. Компьютер Лорда Лейтона создавался и близко, не для того, чтобы перемещать кого-то в параллельную реальность. Но в бронзовом топоре есть намеки на то, что перемещение Ричарда в Альбу понадобилось неким сверхъестественным силам. То есть могущественным сущностям, живущим по ту сторону смерти. Напоминаю, с позиции, концепции Роберта Бартини – смерти нет. И, соответственно, жизнь по ту сторону смерти существует. Этот вывод у него делается на научной основе, а не на религиозной. Впрочем, мы на наших каналах уже немало поговорили об этом. Особенно в отзывах к моему роману «Терное пламя». Но в бронзовом топоре есть только намеки. И, надо сказать, довольно мутные намеки на это. В кровавых же луна Хальба никаких намеков нет. Напротив, там всё, как я сказал, открыто и открыто до идиотизма. В Альбе идёт яростная борьба между четырьмя богами за власть над этим миром. Боги Альбы – классические элементарии, духи стихий. И между ними – богом огня, богом воды, богом земли и богом воздуха. И идёт яростная борьба. Вернее, на момент прихода Ричарда в этот мир. Она идёт уже только между двумя богами. Точнее, богинями. Всех хитрее и коварнее оказалась богиня воды – Фрига. Она сумела запереть душу богини земли в дереве, бога огня в бронзовом топоре, в том самом бронзовом топоре, который дал название повести. А духа воздуха в хрустальной пещере. Но богиня земли Друза нашла способ вырваться из заточения. И уже создала среди людей очень могущественный культ, ведущий к тому, что власть над умами и сердцами перейдёт к ней. И, видимо, тумана всё же напущено много. И Ричард именно Друзик и понадобился как помощник. Для того, чтобы окончательно захватить власть над Альбе. И именно она его во Льву переместила, а потом соблазнила и сделала своим любовником. Почему, видимо, есть одна деталь. Богиня не может сделать смертного своим любовником надолго, поскольку у неё нет тела в мире живых. Единственный способ – вселиться в тело смертной женщины, временно подавив её личность. Но это рискованно, поскольку означает для богини колоссальную потерю энергии, и вселяться она может ненадолго. Но возможны исключения. И эти исключения именно такие, как Ричард. То есть те, у кого есть способность путешествовать параллельной реальности. Вселившись в такое тело, как у Ричарда, боги не только не теряют энергию, а напротив, её накапливают. Но, как я уже сказал, Ричард, видимо, богини земли, понадобился совершенно не для этого. Для чего тоже, он рассказал. Он ей понадобился. Друза для того, чтобы соблазнить Ричарда, безусловно, вселилась в тело смертной женщины. Своей новой и немыслимо красивой верховной жрицы Канаки. Но Канаки таким свойством, видимо, не обладала. Кстати, на Альбе это свойство называется Хьюр. И поэтому в теле Канаки она потеряла невероятно много энергии. И в кровавых лунах Альбы она уже вне игры. Фрига же вселилась в тело принцессы Таллина, тоже ставшей любовницей Ричарда. Правда, не только в тело принцессы Таллина. Она там поскакала по телам бронзовым топорем. Но дело в том, что Таллин, похоже, как раз этим самым Хьюром обладала. Фрига на момент второго прихода Ричарда в Альбу уже прожила в теле Таллина 8 лет. И собирается жить вечно в телах смертных. Поскольку собирается дальше жить в телах дочерей Таллина. Хьюр передается по наследству. Но такой откровенно фэнтезийный антураж заставляет относиться к этому несерьезно. Относиться к этому именно как к фэнтези. Ну или как к сказке. Как кому больше нравится. Окончательную точку вроде бы ставит то, что второй раз Ричард оказывается попадает не в ту Альбу, в которой был в первый раз. А эта Альба, это так сказать Альба 2. И даже Эпилох, завершающий данную повесть, вроде бы это подчеркивает. То есть получается, что в первой Альбе вроде бы не было никаких богов, богинь и их интриг вокруг Ричарда. Да только это очередная тень на плетень. Дело в том, что в Альбе 2-2 красные луны. Ну или кровавые луны, как я уже сказал. Откуда и название повести. А в Альбе 1-1, скажем так, нормальная луна. А вот Эпилох заканчивается словами. Так и стояли они, державшись за руки, сматриваясь в безбрежное альбийское небо, никогда не знавшее луну. То есть в Эпилоге показано на самом деле не Альба 1, а Альба 3. И потом, как я уже сказал, в бронзовом топоре намеков на то, что Ричард имел дело все же именно с интригами богинь, хоть отбавляй. Но для этого лучше посмотреть мой отзыв на бронзовый топор. Так вот, хоть отбавляй таких намеков и в рабе сармы. Сюжет развивается так. В ходе масштабной операции КГБ-ЭГРУ, в ходе которой на воздух чуть не взлетает половина Лондона, Григорий Петрашанский таки получает доступ к компьютеру Лорда Лейтона и заставляет того переместить его в параллельную реальность. Что уже очень интересно. Кроме Ричарда, ни один землянин нашей реальности так и не смог переместиться в реальность параллельную. Ни разу. Нет этого самого Хьюра. Дальше больше. Лорд Лейтон может в любой момент вернуть из параллельной реальности Ричарда обратно в наш мир. С Петрашанским это не срабатывает. Он почему-то остается там. И тогда принято решение отправить в эту реальность еще и Ричарда. А такое возможно. Напоминаю, Ричард никогда не попал в два раза в одну и ту же реальность. Но здесь это возможно, поскольку мозг Григория Петрашанского является якорем. И принято решение отправить туда Ричарда. Задачей Ричарда как раз и разобраться. Что за чертовщина происходит? Ну а вторая задача убить Григория. Таковы, к сожалению, правила игры в спецслужбах. Мир, в который попадает Ричард, находится в раннем железном веке. Бронза еще используется на каждом шагу. И понятно, никаких высоких технологий нет и близко. И уж тем более нет никаких высоких технологий, способных на долго продлевать жизнь и молодость. Тем не менее, королева, или как там говорят, тайрина страны Сармы, в которую попал Ричард, и в которой вначале стал рабом, а потом любовником и фаворитом королевы, и близко даже, не думает стареть. Хотя живет она на свете уже больше 100 лет. И Ричард смог убедиться, что она именно и не думает стареть, а неумело пользуется косметикой. Впрочем, 100 лет маскировать старость косметикой, наверное, не получится даже и у богини. Еще более интересная ситуация с принцессой страны Моук. Кандой. Ее любовником Ричард однажды, после многих приключений, тоже стал. Причем пикантный момент. Он стал ее любовником вместе с Григорием, который сумел занять в Моуке точно такое же положение, какое и Ричард Сарме. Еще интересный момент. Нашла Ричарда в открытом море и доставила в Моук. Именно Канда. Еще интересный момент. Именно Канда блокировала возвращение Григория в наш мир. Она дала ему местный растительный наркотик. Ошиб. Этот наркотик почему-то полностью блокирует действия компьютера Лорда Лайтона. Но даже и это не самое интересное. Самое интересное то, что так получилось, что Ричард доставил в наш мир образец крови Канде. И у нее, скажем так, кровь не такая, как у людей. А жители Сармы абсолютно ничем не отличаются от нас. В общем, похоже, что богини, вселяясь в тела смертных, перестраивают их. А это, помимо многого прочего. И объясняет также, почему Тайрина Сармы не стареет. В общем, похоже, соперничество за Ричарда, двух великих и прекрасных богинь, имеет место быть далеко не только в одной Альбе. А история и география этого куда шире. Впрочем, посмотрим, что даст дальнейшая проработка вопроса. Напоминаю мысль о том, что великая и прекрасная богиня может полюбить смертного далеко не нового. И проходит через фольклор практически всех времен народа. В русском народном фольклоре она, кстати, трансформировалась в сказку о царевне левушке. И у меня уже есть отзыв на фильм «Гнев богини», в котором как раз рассказывается о такой любви. Причем, самое интересное, фильм этот, но ни разу не фэнтези. И он снят на основе реальных событий. И в нем, помимо многого прочего, хорошо показано, что в жизни, а не в сказке, любой великой и прекрасной богине к смертному может быть по-настоящему страшной, если не сказать чудовищной. Думаю, однажды мы еще поговорим об этом фильме. Но здесь мы, похоже, имеем нечто еще более нетривиальное. Не просто любовь к великой и прекрасной богине к смертному, а любовь двух великих и прекрасных богинек к смертному и беспощадное соперничество за него. Но, повторюсь, пока это только гипотеза. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии и смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok